Всем привет, с вами Красно-Белый подкаст. Всем привет, друзья. Обсуждаем новости межсезонья, что происходит в «Спартаке», что происходит вокруг. Погнали по последним новостям, пробежимся. Вероятно, когда этот выпуск выйдет, уже будет объявлено о трансфере Манфреда Угальда. Уже отслеживают каждый чих этого трансфера. Я такого давно не помню, чтобы писали вот прям подетально. Вот они согласовали одну деталь, вторую деталь. Сейчас он приедет на медосмотр, сейчас приедет туда, сейчас приедет сюда. По-моему, уже все, кто мог, выпустили выпуски по поводу этого трансфера. Но я тебе хочу сказать, Артем, что все-таки переход «Спартак» – это большое событие. И как бы это такая горячая тема. К тому же «Спартак» пока не балует нас новыми трансферами. Поэтому вот этот вот один Угальда, вокруг него такой прям повышенный... Зоне повышенного внимания он находится сейчас. Я бы обратил внимание, не балуют трансферами ни на вход, ни на выход. То есть вот это тоже интересно. Обычно новости сыпятся как из рога изобилия, а сейчас новости сыпятся только в таком формате. Новость и тут же опровержение этой новости. Надо заметить, что клуб хорошо поработал в плане построения селекции. То есть пригласили Амарала, который уже успел дать интервью. Кстати, очень такое, мне кажется, спокойное, размеренное. И какой-то профессионализм от него немножко чувствуется в нем. Что-то такое профессиональное в этом человеке. Но при этом что-то и вынес это интервью. Я вот из конкретной информации увидел только одно. Что слишком много игроков основы, надо количество сокращать. Вот. И давать дорогу, соответственно, молодым. Ну да, он дал сигнал, что как бы команда раздута. То есть будут, я так понимаю, кого-то они, наверное, списывать, да? Ну или продавать. Плюс ко всему, мне бросилось глаза то, что он, конечно, человек, который воспитан в системе Лиссабонской Бенфики. Он знает, как построить успешный проект. А все-таки я так понимаю, что Лукойл задался целью именно реализовать большой проект. Я, кстати, написал большую статью на эту тему. Заходите в наш телеграм-канал. Ссылочка доступна. Как Тома Шамарал, какие задачи перед ним стоят в футбольном клубе «Спартак». Давай вернемся к Угальде. Да, давай. Слушай, ну пока на самом деле о нем только слухи. Кто-то говорит, что это кот в мешке. Кто-то говорит, что это чудесный трансфер, который оживит наше нападение. Потому что он будет отличной парой, например, для Соболева. Мощный Соболев. Такого, так сказать, как столб. И под ним Юрки Угальде. Он напоминает Велитона, как думаешь? Ну, то есть он небольшого роста. У нас 173 сантиметра. 173 сантиметра. Ну да, он невысокий, получается. И я так понимаю, шустрый. То есть они искали действительно вот эту связку атакующую сделать, разнообразить. Да, потому что, ну, Милешин явно не тянет на партнера Соболева. Вот, а приходилось даже к Виннисе играть, собственно, в подыгрыш. Я так понимаю, тогда к Виннисе будет уходить просто налево на свою излюбленную позицию. Суть по всему, да. Вот. Но посмотрим, что из этого будет. Потому что все-таки чемпионат России – это не чемпионат Нидерландов. И не чемпионат мира. Вот. И у нас все-таки любят защитники-то... Подключаться? Ну, не подключаться, подключаться к тому, чтобы завалить просто этого нападающего, закрыть все намертво, поставить автобусы, хотя в последнее время этого стало поменьше. Вот. И сможет ли он вписаться в такой футбол? Ну, покажет время. Понятное дело, что ожидания большие, конечно, как всегда, собственно, от всех игроков, которые в «Спартак» приходят. Поэтому увидим. Давай хотя бы дадим время, чтобы трансфер состоялся. И уже, понятное дело, посмотрим, как он будет адаптироваться. Не знаю, посмотрим. Очень интересно глянуть. Сейчас вот как раз скоро стартует, да, в феврале Винландь зимний кубок РПЛ. И я думаю, что, ну, там он как-то должен себя проявить, показать. Ну, как бы напрягает, да, как обычно, что сборы уже начались под это усиление, еще не приехали под сборы. Ну, да, на самом деле. В общем-то, процессы понятны, почему это происходит. Потому что только-только привели вот этот вот новый спортивный блог в лице Томаша Амарала и Жоакима Пинту, также из «Бенфики», кстати. Вот. Я так понимаю, что они не хотят рубить с плеча. Ну, что, в общем-то, логично, когда ты приходишь на новое место. Посмотреть в целом на коллектив, посмотреть в целом на тренера, да, и дальше уже принимать решения. Ну, это приводит к тому, что, ну, игроки будут приезжать позже, да, если кто-то будет приезжать еще, кроме Угальда. Слушай, ну, у нас когда трансферная кампания, прям вот к началу сборов, все, все позиции были укомплектованы. Такого же, по-моему, никогда вообще не было. Всегда, все время приезжали игроки, по-моему, вот уже по ходу пьесы. Даже вспомнить прошлое межсезонье, вспомни, защитник Бабич пришел уже, когда чемпионат там начался. Ну, так это все, это же и привело к хаосу-то в итоге. По сути дела, да. Слушай, давай наберемся терпения, потому что уже сейчас вот сборы стартовали, начали уже ребята тренироваться, прошли медицинское освидетельствование, насколько я понимаю. Освидетельствование, хорошая фраза. Прошли медосмотр. 2 февраля играем против торпеда. Олег Георгиевич Кононов, правильно? О, слушай, ты сейчас сказал такое фамилию и имя отчества, я думаю, что... Сейчас, наверное, все хейтеры... Скупая слеза у многих появится. Ностальгия, да, по тем временам сейчас у многих начнется. Да, Олег, кстати, Кононов пришел только-только в торпеда, вот в этом межсезонье. И он в этом межсезонье, похоже, решил почувствовать себя опять в РПЛ, потому что он подписал вот эти вот, как называть этим, товарищеские игры торпеда. Играет с ЦСКА, товарищеские игры с Спартаком, по-моему, с Локомотивом они будут. То есть он поставил задачу там сыграть чуть ли не со всеми топами, кого может выцепить в этом межсезонье. Вот. А ЦСКА они, кстати, уже проиграли 3-2. Ну, это логично, все-таки клубы немножко разных лиг. Ну, вообще, да, так оно и есть. Вот. И после этого, да, тот самый винлайн зимний кубок РПЛ, вот, участие в котором в свое время стало такой отправной точкой невезения для Спартака, точнее, последним успешным турниром. Ну, слушай, мне кажется, мы очень часто сравниваем, что ищем какие-то, знаешь, как черную кошку в черную, да, приметы, какие-то знаки и сигналы. Да вообще, на самом деле, все равно, товарищеские игры, как они там сыграют. Там, кстати, три соперника, да, Ростов, Кайрат из Алматы и Шабаб Аль-Ахли. Действующим чемпион Арабских Эмиратов. Ну, замечательно. Видишь, появился кто-то, кто разбавил вот эту тусовку, потому что мы всегда в прошлый кубок РПЛ, по-моему, мы играли Краснодар, Сочи и Ростов, да, там все южане были. Вот, ну... Тут тоже все южане, собственно. Ну, это просто ребята поюжнее немножко. Ну, и после этого кубка будут еще две товарищеские игры уже в конце февраля, в 20-х числах февраля. Это Аптыш-Ата и Астана, правильно? Аптыш-Ата, это... Ну, это тоже Казахстан, по-моему. Казахстан, да. Вот. Ну, в общем, межсезонье будет... Насколько интересны вообще эти межсезонные игры? Ну, вот знаете как, поскольку болельщики, мне кажется, они соскучились, да, уже по официальным играм, они очень пристально следят всегда за вот этими товарищескими игрушками. Хотя, на мой взгляд, на это вообще не имеет смысла обращать внимание. По сути дела, это просто тренировка. Обычная тренировка просто доступная, как бы, публике. Ну, понимаешь, в чем нюанс? Да, понятно, с торпедо-матч его показывать не будут, он будет закрытым. Но вот этот турнир, он же именно как турнир играется. Хоть он и межсезонный, и подготовительный, но турнир? Ну, тут посмотри, какая ситуация. Мы этих турниров кучу, но выигрывали, но при этом это не значит, что мы будем их сильно играть в чемпионате. То есть это просто как показывает практика. Вот. Поэтому... Ну, ничего, мне кажется, победа в этом кубке. Да, символическое значение имеет, скорее всего. Поэтому можно дать, там, Шабабу Али Альхли. Ну, пускай забирают. Ну, и, наконец, стали известны даты первых туров после зимней паузы. 2 марта, 19.30. Зенит Санкт-Петербург, Спартак. 20-й тур, 10 марта, 19.00, Спартак-Факел. И 14 марта состоится кубковая игра. С Санкт-Петербургом, да, вот это ответное? Да-да-да. То есть, знаешь, вот почему-то какими-то прям маленькими-маленькими урывками дают точные даты и время. Хотя, не знаю, казалось бы, в чем проблема распланировать на весь оставшийся период до 30-го тура. Все-таки надо планировать и логистику, надо планировать, ну, много чего. И как бы сделать это за месяц, ну, наверное, не так удобно, как за пол... ну, со сколько? За три. Ну, да, получается. Вот. Мне, честно говоря, не очень понятно, почему лига так подставляет команды, зачем заставляет. Ну, это старая больная тема, избитая от обычной российской раздолбайства. Вот и все. При этом все-таки увидели, что будут проходить выборы. Матч с СССР перенесен на 23-25 апреля. Почему 23-25? Потому что с датами так никто и не определился с точными по календарю. Да уж. Давай перейдем к хоккею, потому что сейчас мы наблюдаем очень интересную картину происходящего. Спартак явно пережил свой игровой спад. То есть последняя победа была одержана еще в декабре, да. Потом была длительная серия поражений, там, по-моему, шесть, что ли, да, набралось. А сейчас они, смотрю, преодолели вот этот кризис. И последние две победы на «Динамо» просто очень круто смотрятся. Причем они две совершенно разные по характеру. Абсолютно, да. То есть в первую просто это «Динамо», на него наклепали там шесть шайб, четыре шайбы. Тренер «Динамо» Кудашов после той игры первой, точнее предпоследней игры, которая была в Петровском парке, сказал, что команда, в принципе, моя команда, не вышла на лед. Так оно и было. Мне кажется, что «Динамо» немножко не настроилось на игру с «Спартаком», хотя это дерби. Это становится хорошей традицией, что «Динамо» в Петровском парке не выходит на поле или на лед. Ну вот там сегодня в Телеграм-канале комментировали, да, что просто в этом сезоне получается, что «Динамо» удобный для нас соперник. По факту за шесть игр регулярки четыре победы у «Спартака», две у «Динамо» и 27 заброшенных шайб. «Спартак», на мой взгляд, супер атакующая команда. Там подобрались такие звенья безумные. Голдобин, Порядин, ребята, Мальцев пришел, к Кульчука вернули многострадального. По поводу него, просто там были у нас тоже в Телеграм-канале обсуждения, разногласия определенные. С полной уверенностью заявляю, что никто из него виноватого не делает. Просто, наверное, у части болельщиков были немножко завышенные ожидания от него. Все-таки действительно человек, ну, круто поиграл, много чего выиграл. И думали, что сейчас вот он придет и начнется прям всем-всем... И так мы всем как бы, ну, хребты ломали, да, в кавычках? Нет, ну, разговор-то был такой, что и так все хорошо шло, а тут он пришел, и что-то не так пошло. Потому что народ-то смотрит на что? Народ смотрит на счет на табло в итоге. Ну, в принципе, да. То есть мало кто углубляется в то, что много травм было, да, то, что... Выкашено очень много действительно... И сейчас вот потихоньку-потихоньку только началось восстановление. Вот, Морозов вернулся сейчас, и сейчас вот интересно будет, как команда будет играть. Но вообще я не помню вообще, сколько я болею за «Спартак», за футбольный, за хоккейный, чтобы, в принципе, «Спартак» шел на первом месте в своей конференции. Сейчас он, правда, не на первом месте уже идет, но, во всяком случае, сейчас он недалеко от первого места. Но зато он вышел в плей-офф досрочно. Да, это тоже очень хорошее. Вспомни, как в прошлом году мы до последнего ждали, выйдет он, не выйдет в плей-офф, и понимали, что даже если он выходит в плей-офф, он попадает с первого места сразу, да, и сразу же вылетает, то сейчас все гораздо интереснее смотрится. Да, команда идет на ходу, сейчас они занимают четвертое место, и, условно говоря, если прямо сейчас оставить все команды на своих местах, то мы, получается, попадаем на... Торпеда. Торпеда. Торпеда тоже интересный коллектив. Поэтому вообще, хоккеисты, вот, кстати, они тут у нас на столе стоят, красавцы. Ух, ну и что, ты всем рекомендуешь ходить на хоккей, или наоборот, ребята, не ходите, потому что и так там переаншлаг уже и... Вчера там, вчера на игре с Динамо было 10 655 зрителей. Это максимум просто. То есть солд-аут вообще, все билеты проданы. То есть я прям, ну, мощно все это выглядит. Я был вчера на вчерашней игре. Кстати, посетил неделю назад Казань. Там тоже очень все это так мощно как-то выглядело. Конечно, круто. Но там была безумная серия буллитов. Просто я такого вообще не видел. Когда не забивает никто просто. Просто никто абсолютно. Причем там на высоте были вратари. Это, конечно, здорово смотреть за такой игрой вратари. Вчера, кстати, тоже Николаев совершил 59 сейвов, что считается прям, ну, короче, какой-то фантастической цифрой. Какая-то минута. Да, по сути дела, по сейву в минуту. И я думаю, что его можно смело назвать герой матча вчерашнего, потому что он, конечно, ну, тащил все, что летело. Ух, ну, будем смотреть. Потому что вот на этот Спартак приятно смотреть. Да, и от него есть определенные ожидания. То есть плей-офф. Самое главное, ну, на мой взгляд, не хотелось бы, точнее, попадать на СКА. Ну, на СКА уже тяжело будет попасть. Да, уже тяжело. Потому что, знаешь, вот про СКА мы все смеялись, смеялись над ними, а они, зараза, опять до первой позиции. Ну да, они сейчас в лидеры выворачивают. Но там еще Локомотив, на самом деле. Кстати, вот сейчас домашняя серия как раз у нас четко. Торпеда Нижний Новгород, Локомотив Ярославль и Автомобилист Екатеринбург. Посмотрим, как команда справится с этими. Давай, Артем, поговорим про Спартак 2. Как тебе вообще кандидатура Камбарова на должности главного тренера? Ну, он год отработал тренером в «Звезде», в Питерской. Не зазвездился? Ну, я знаю, что есть замечательная песня. В Петербурге нет футбола, если это не «Зенит». Собственно, Петербург изживает просто из себя все команды, если они не называются «Зенитом». Ну, собственно, судьба «Звезды» была, наверное, предрешена. Не знаю, будет она там играть, там кто-то остался или нет. Не знаю. Или она вообще вычеркнута теперь из памяти. Посмотрим, непонятно. Вот. Ну, тем не менее, да неплохо. Ну, молодой тренер. Молодой тренер, начинающий, да. В принципе... Могли, кстати говоря, и Бушманова позвать, потому что когда он был тренером Спартака 2, команда очень хорошо играла. То есть у него есть опыт. Ну, решили остановить свой выбор на Камбарове. Да пускай. Почему нет-то? Будем с интересом смотреть. Сейчас они в вторую лигу уже заявляют. Да, они заявляются. На самом деле, про Спартак 2 как раз будем разбираться в этой второй лиге, где там Спартак играет и вообще какая там механика этой второй лиги. Потому что я вот честно скажу, я формулу турнира не знаю. Там как-то было все очень сложно. Наверное, чуть проще, чем в кубке. Но все равно все сложно. Вот как раз посмотрим, что это такое и что вообще... Какой будет состав и куда можно поехать. Во второй лиге не действуют никакие там фан-айди, не фан-айди. И вообще посмотрим, сколько народу будет на трибунах. Спартак 2 уже провел свой первый матч на сборах. 27 января с некой казахской командой «Женис». «Женис». Да, проиграли 1-0, правда. Но «Женис», я так понимаю, что это команда, которая только вышла в Высшую Казахстану. Ну, то есть тоже такой небольшой силы соперник. Ну, собственно, я думаю, что для раскачки нормуль. Нормально. Вот. Плюс «Спартак 2» будет участвовать в каком-то турнире, типа Кубок ФНЛ, в котором будет какая-то адовая смесь. По крайней мере, заявлено, там из команд ФНЛ будет «Енисей». Из первой лиги, я так понимаю, «Енисей». Вот. Плюс будут две медиа-команды играть. В общем, какая-то такая адовая смесь всей вот этой вот футбольной, околофутбольной движухи. Или как это правильно? Не околофутбольной. Медиа-футбольной движухи. Медиа-футбольной движухи, да. Вот. Посмотрим, чем это все закончится и будет ли вообще этот турнир. Вот, кстати, в упомянутом «Енисе» Тихонов стал тренером. Ух, ребят, ну немножко смешанный у нас получился выпуск. Ждем, на самом деле, какой-то уже конкретики. Ждем проведения трансферов от футбольного «Спартака». Желаем успеха хоккейному «Спартаку» и выйти на удобного соперника в плей-офф. Правда, не очень понятно, какой из соперников удобнее всего. Наверное, «Динамо», да? Ну, поскольку они... С ними хорошая статистика игр, то да. Хотя, конечно, мы на них, наверное, вряд ли попадем. Я думаю, что это будет кто-то либо Нижний Новгород, может быть, Череповец. Посмотрим. Вот. Собственно, ждем, на самом деле, вот этого турнира. Хоть он и незначимый, но, тем не менее, интересно уже посмотреть на футбол. Хоть на какой. Да, соскучились уже по футболу, откровенно говоря. Если вам понравился выпуск, обязательно ставьте лайки, рекомендуйте нас друзьям, оставляйте комментарии под выпуском. Болейте за «Спартак» и заходите на наш телеграм-канал. Всех ждем. А если вам не понравился выпуск, пишите в комментариях об этом. Все, всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok